Всем привет! Вы на канале Есть Вопрос и сегодня у нас с вами новая игра. За окном у нас август, а это значит, что скоро у нас наступит осень и детки пойдут в школу. В школе они активно пишут и, соответственно, ручки нужно подготовить к письму, чтобы почерк был красивый, чтобы это не сильно напрягало мускулатуру, а для этого сегодня у нас скорее не игра, а упражнение для подготовки руки к письму. Что нам для этого понадобится? Нам для этого понадобятся карандаши. У меня их 5 штук, можно брать вот такого размера, мне кажется, это оптимально. Если ручка вашего ребенка не сильно хорошо вмещает вот эти 5 карандашей, можно их немножко уменьшать, можно увеличивать. Если наоборот. И лист бумаги. К листу бумаги мы вернемся чуть позже, сейчас я покажу несколько упражнений с карандашами. Для начала мы с вами разогреем руки, а для этого мы просто собираем все 5 карандашей вместе и начинаем делать вот такие выдвижения. Как будто мы забываем огонь, да? То есть прокатываем по всей ладошке все 5 карандашей. Это такой определенный массаж, который нам разогревает ручки, готовит их к работе. Дальше мы с вами можем еще одно упражнение сразу на разогрев, я вам покажу. Когда ребенок кладет ладошку на стол и другой рукой прокатывает также по всей ладошке карандаш. Это можно использовать в процессе, то есть когда мы с вами уже начнем делать упражнения, ну это тоже одно из упражнений, мы можем периодически использовать вот эти массажи. То есть либо мы все карандаши катаем в ладошках, либо каждую ручку мы отдельно прокатываем карандашом. Это очень хорошо разминает, расслабляет ручки. Дальше. Что мы еще можем с вами сделать? Если мы говорим про все 5 карандашей, то есть такое упражнение, когда мы должны собрать все карандаши кончиками пальцев. То есть начнем, наверное, мы все-таки с больших пальцев. Это упражнение довольно-таки сложное, потому что здесь работает еще и координация, да? Помимо того, что работает мелкая моторика, мы собираем и также можем покрутить, если получается. И также по очереди мы с вами эти карандаши аккуратно на стол опускаем. Вот сейчас было сложно, потому что с этих пальцев опустить уже сложнее. Такое упражнение нужно делать, его несколько подходов. То есть мы один раз сделали, получилось, собрали раза 2-3, можно сделать, повторить. Дальше. Мы берем карандаш, ставим его вертикально. И вот такими вот щипательными движениями поднимаемся вверх. Вот сейчас у меня работает большой и указательный пальчик. И получается вот мы над одним ставим другой, да? И потом, когда закончилось, опускаемся также вниз этими же пальчиками, указательным и большим пальчиком. Опустились. Теперь мы перехватываем большим пальчиком и средним пальчиком. И тут то же самое. То есть мы ставим большой пальчик и средний пальчик. И такими же щипательными движениями мы пододвигаемся вверх-вниз. То же самое мы повторяем со всеми. То есть мы потом берем захват безымянным пальцем и большим. И в конце мы завершаем это все мизинчиком. Вот такое упражнение мы делаем. Можно его делать один раз, можно также делать повторы. В зависимости от того, насколько ребенку интересно, понравилось оно и легко дается, да? Еще одно упражнение. Мы собираем все 5 карандашей в кулачок, но по очереди. То есть мы берем раз, собираем два. Зажали, да? То есть собрали, сложили, зажали. Собрали, сложили, зажали. Собрали, сложили, зажали. Чтобы работала мускулатура, да? Затем также по очереди этой рукой мы их выкладываем. То есть мы тут ловим его, кладем, прокатываем, ловим, кладем. И также с последним карандашом. То же самое мы делаем другой рукой. То есть наша левая рука тоже работает. Несмотря на то, что там кто-то левша, кто-то правша. И есть ведущая рука. Мы все равно работаем двумя руками. Потому что нам важно не только размять и разогреть, и подготовить ту руку, которая работает, но и руку, которая у нас не так активно принимает участие в работе. Так, следующее упражнение. Это упражнение, которое можно назвать волчок. То есть мы берем карандашик и прокручиваем его с помощью пальцев. Можно это делать по столу. Просто это будет более шумно. Вот таким вот образом. Крутим несколько раз. Можно покрутить в другую сторону. И то же самое, соответственно, мы делаем левой рукой. И еще упражнение, которое развивает также и межполушарные связи. Мы этот карандаш передаем между пальчиками. Вот так вот. То есть мы зажали большим пальчиком, ладошкой. И передаем вот так вот между пальцами. То есть мы зажимаем вот тут в основании пальцев. И передаем уже следующим. То есть если у нас было вот здесь зажато, мы сюда передаем, то следующий будет между большим и указателем. Вот так. Соответственно, тоже мы делаем несколько повторений. Здесь у нас получается также и координация, и работа получается рука-глаз. У нас подключается межполушарная связь, поскольку подключены обе руки у нас. И мы должны координировать движение обеих рук. Ну, с карандашами мы на сегодня закончим. То есть, в общем и целом, вы поняли принцип, как можно разминать ручки с карандашами. Это отлично разминает пальчики. Я обещала еще показать, для чего нам нужен вот этот вот лист бумаги. Лист бумаги формата А4. Мы берем его и также разминаем нашу ручку. Каким образом? Кладем ручку на листок и начинаем сминать листок одной рукой. Прямо так там сильно-сильно-сильно-сильно. Подключаем опять же все мышцы наших рук. Вот так вот сжимаем. А теперь мы этот же листок должны расправить нашей рукой одной. Эта рука у нас лежит спокойно на столе и не подключается. Как бы ей этого не хотелось, потому что расправить листок казалось даже сложнее, чем его сжать. Вот так вот мы прямо все уголочки расправим одной рукой, чтобы прям был такой правильной формы лист. Вот таким вот образом мы с вами справились с этим заданием. И, соответственно, вторая рука. Лучше брать нормальный лист непомятый, потому что этой руке будет легче, если он будет сжат. Но если у вас вдруг ограниченное количество листочков, то можно и этот лист использовать. То есть мы опять же его сжимаем. Опять же сильно-сильно-сильно-сильно в комочках его сжимаем, насколько это возможно. И затем то же самое поделываем только другой рукой. Мы его расправляем, разглаживаем рукой и ладошкой. При этом вы вот сами почувствуете, я сейчас четко ощущаю работу мышц, напряжение в руке. Потому что при такой работе напрягаются даже те мышцы, которые обычно в обычной жизни у нас не сильно используются. Соответственно, это сразу ощущается, такая небольшая тяжесть в руке. После всех вот этих упражнений мы тоже завершаем массажем. То есть мы можем опять же взять и снова прокатать карандаши. Вот так вот, прокатать в руках. Либо, как я уже показывала, каждую ручку отдельно размять карандашиком. То есть вот, накладем ее и размяли. Чтобы ручки отдохнули, мы их встряхнули после такой активной работы. И мы с вами, можно сказать, готовы к первому сентября. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, заходите к нам в телеграм-канал, там всегда много нового и интересного. А на этом у меня сегодня все. Пока-пока!